Всегда в жизни каждого человека наступает такой момент, когда нужно принимать какое-то очень важное решение. И, конечно же, лучше, если мы принимаем это решение, зная Божье обетование, зная Божью волю, правда? И когда мы это знаем, можно принять верное решение, можно действительно действовать в верном направлении. И решения будут у нас, и наши действия будут наиболее эффективными, если так происходит. Но, когда мы читаем Библию, мы видим, что, в общем-то, для Господа самое главное не то, чего мы достигаем, а то, какими мы становимся в процессе достижения этой цели. То есть, вот, с чем мы идем по жизни, какие решения принимаем, что у нас происходит на нашем сердце. И я хочу, чтобы вы сейчас открыли книгу чисел, 13-14 главу. Ну, так вот, пока вы открываете небольшая предыстория. Вы помните, когда народ израильский вышел из Египетского царства, и Моисей посылает 12 соглядатаев для того, чтобы посмотреть обетованную землю, как им туда входить, что там действительно происходит, какие люди живут. И вот пошли 12 человек, так сказать, на разведку, посмотрели, возвращаются, и 10 человек из 12 произносят, ну, с моей точки зрения, вообще непонятные слова. Видеть божьи чудеса, как Черное море раступилось перед ними, как целые войска этого фараона, там, дивизии, конницы, были потоплены в одно мгновение. И вот они возвращаются, и 34 стих 13 главы говорит, мы там видели исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Вот такими были мы в глазах их. То есть, видеть свидетельство того, что Бог с ними, и они сильны в Боге, и вдруг вот при всей этой силе в Боге они себя ощущают саранчами. Как кузнечики перед людьми. И только два человека сказали, немного иную информацию передали. Это 14 глава, начиная с 6 стиха. Иисус, сын Навин, и Халев, сын Яфонин, из осматривших землю, разорвали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, Он ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайтесь и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, и не бойтесь их. Но общество, как ответило им? Пообить их камнями. И вот в результате этого, так сказать, противоречия, которое возникло в стане, Господь сказал, вы будете 40 лет ходить по пустыне, пока не умрете, пока не родится новое и следующее поколение, которое не знает вот этого духа рабства. Но дает обетование. И смотрите, 23 стих. Не увидит земли, которую я клятву обещал от самых, все раздражавшие меня, не увидит ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую он ходил, и семь ее наследует ее. И он дальше говорит, какую землю он наследует, вот именно Халев. И после этого предстояло 40 лет путешествия, представляете? А потом 5 лет, будем говорить, вхождения в эту землю. То есть теперь давайте прочитаем, что же произошло через 45 лет после этого события. Прошло 45 лет, 40 лет хождения по пустыне, 5 лет войн, и об этом мы прочитаем в Иисусе на Вине 14 глава, точно так же, начиная с 6 стиха. То есть продолжение этой истории идет. Иисус Навин, 14 глава, 6 стиха. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказали им, и сказал ему Халев, сын Еефонин, Кизиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в каде Сварне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господин, посылал меня в каде Сварне осмотреть землю. И я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, привели в робы сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне, и теперь вот мне 85. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал Моисей. Сколько тогда было у меня силы? Столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут цены инаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халеву сыну Иефонину Хеврон. Таким образом, Хеврон стал уделом Халева сына Иефонина, Кизиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал по велению Господа Бога Израилева. Вот подумайте, дедушке 85 лет, а он воюет наравне с молодыми. И он говорит, я пойду, там остались те же самые исполины, те же самые люди живут. Но он пошел и победил этих сынов. Дедушка 85 лет. В чем секрет его молодости? Он так же силен, как и был тогда. Он так же активен, как был тогда. Мы читаем здесь, да? Дай мне, я пойду, я вот и сейчас побеждаю врагов. Дай мне эту землю, я сам ее овладею. Но я думаю, вывод напрашивается сам, и он очевиден, да? Потому что он помнил эти обетования. Вера. Вот это вера, что Бог сказал тогда, 45 лет назад. Вот представляете, люди ходили по пустыням. Они в этой пустыне умирали. Что они видели вокруг? Они видели песок. Пустыню. Пустыню. Пустыню видели. Вот они вообще, да? Пустыню, в которой они умирают. Что люди умирают, что безысходность, все, мы тут все умрем, потому что тогда мы отказались от Божьих обетований. Теперь вот у нас все это постигло. Вокруг одна пустыня. И вокруг одни пески. А Халев ходил, и он говорил, вот там я построю школу для своих детей. Вот тут у меня будет стоять дворец бракосочетаний. А вот тут дом, в котором я буду жить. А вот тут я разведу озеро для рыбок. А вот тут еще у меня будет стоять, значит, там для моих внуков строение. Представляете, 45 лет ходить и жить обетованием. И вот это видение Божьих обетований, это вера в то, что это обязательно совершится, помогла ему остаться молодым. 85 лет он по-прежнему жив вот этим Господним обетованием. Вообще, какой урок для нас, да? Когда мы говорим, Господи, ну что ж ты там медлишь-то? Мы ж молимся тебе, мы ж попросили у тебя того-то или того-то. И часто люди говорят... Почему не исполняется? Ну, наверное, это нет Божьей воли. А может быть, пока еще не время? Смотрите, человек 45 лет ждал, когда исполнится Божье обетование. Мы все с вами читаем Священное Писание, и мы знаем обетование, которое Господь приготовил на нас. И такой вопрос. Вспомните момент, когда вы в последний раз... Ну, не в последний раз, а вообще. Ну, лучше в последний раз. Были обижены на Бога. Конечно, можно сейчас говорить, что за ересь! Как можно обижаться на Бога? Мы все знаем правильный ответ. Но, знаете, положа руку на сердце, нет между нами ни одного, который бы хоть раз не был обижен и не возмущался бы той несправедливости, которая якобы так, с его точки зрения, происходит в его жизни. Причем слово «последний раз» я специально его подчеркнул. Подразумевает, что это было не единожды, правда? Оно идет, да, понимаете? Итак, вспомнили такой момент, да? Если на группах, вы знаете, вы предложите, вот, членам своей группы, начинаете вспомнить, вы знаете, можно очень многие уроки, если вылечь даже вот из, будем говорить, опыта друг друга. А вообще, почему человека обижается? Давайте, наверное, с этого начнем. Почему вообще человек обижается? Не оправдывается ожидание. Во-первых, это греховная сущность наша. То есть, изначально брать, ну, думать, что духу противиться, ну, наследовать на наших прородителей. Ну, во-вторых, чего-то ждем, а его нет. Да? Вот это не оправдывание ожиданий. Ну, скажите, можно ли сказать, что Бог – это Фигара, такой прислуга? Фигара здесь, Фигара там. Бог, я верующий, хочу это. Раз – сделалось. Бог, я дитя… Попросил дом, значит, должно быть сразу дом. Я же верующий, мне вот жить негде, да? Попросили детей, тоже должны дети. Причем ровно такое количество, какое нам хочется. И в том возрасте, в котором нам хочется. И именно тогда, когда нам хочется. Чтобы вы ослушались. Да. Да, чтобы Бог, ты… и чтобы Бог нам наслушался. Понимаете, мы как себя ведем? Вот из Бога делали такую вот прислугу. Хочу замуж. И не просто замуж, а чтобы был какой мне хочется, да? С таким образованием, как мне хочется. И с таким восприятием меня, как мне хочется, любимой, да? А потом возникают мысли. Ну, наверное, все-таки Бог не такой справедливый, как о нем пишут. Или так. Наверное, я не по-настоящему верю, раз Бог не делает, как мне хочется. И верующий ли я вообще. И верующий ли я вообще, да. То есть вот эти вот вещи, они действительно происходят достаточно часто. Ну, давайте прочитаем, что об этом говорит Экклесиаст. И обратился я, это книга Экклесиаста, с 9 глава, с 11 стиха. И обратился я и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, и нехрабрым победа, и немудрым хлеб, и неуразумных богатства, и неискусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рабы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутаются в селках, так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Итак, вот давайте посмотрим, что Экклесиаст точно так же говорит, что не всегда все в жизни так справедливо, как нам бы того хотелось. Но опять же, справедливость с нашей точки зрения, да? И как Экклесиаст объясняет вот то, что справедливость как бы с нашей точки зрения не такова? Случай. Ну, так произошло, поэтому так не получилось. То есть всему голова получается случай? А глава случая есть? Ну, ты забегай спереду, надо бы сначала спросить, неужели у верующих могут быть случаи какие-то? Ну, я как-то сразу спросила следующий вопрос, который, я думаю, у всех сразу возник, который сразу на меня возник. Вообще, может ли быть какой-то случай, на котором нет главы? Нет. Не бывает. Кто управляет случайностями в жизни? Бог. Бог. И раз Господь вот так вот ведет нас, и в жизни христианина уже случайностей быть не может, значит, рано или поздно мы все равно ведь узнаем, зачем это нужно было. Вот если бы я тогда так не поступил, сейчас бы было все совсем иначе. А вот мне интересно, знаешь, вот это место, вот у Клисиаста, он говорит, цены человеческие улавляются в бедственное время, вот когда оно на них неожиданно находит. Вот что значит вообще бедственное время, как понять улавляются? Есть какие-то мысли на эту тему? 12 часов. Неожиданно. То есть время, которое наступило неожиданно. Неожиданно. Ну, да, так написано. А что значит улавляются? Что за бедственное вообще? Ну, в сложных обстоятельствах житейских. Люди не знают, как совладать с этими обстоятельствами. То есть это как бы испытание? Ну, безусловно. Испытание чего? Испытание их веры, допустим, сущности их характера, воли, силы, какого-то разума, допустим. Ну, всего. И мы с вами можем привести массу вот таких бедственных времен. Ну, например, два христианина такие, два служителя такие, ну, вот прям вот образы божьи, поженились, живут. Год нет детей, два нет детей, три года нет детей, четыре года нет детей. Хотя хотят стать отцом и матерью. Очень хотят. И за них молятся, и церковь, и много-много-много людей. Нет детей. Бедственное положение для них, бедственное время. Нет, просто они неправильно воспринимают эти обстоятельства. Вот правильно или неправильно, это вопрос, но вот именно как то время, когда идет это самоиспытание, да? Вот как они это примут, правильно или неправильно? Ну, с одной стороны, если они это воспринимают как наказание якобы Божие, то для них это испытание и переживание очень сильно. Если же они воспринимают это как предопределение Божие, тогда здесь нету никаких для них эмоциональных переживаний. То есть опять, все зависит от них. Вот уловились они в этом или нет? Как они это восприняли? Да, о чем мы говорим? Я думаю, каждый из нас скажет, что как только Бог добивается в наших сердцах смирения, там, всех таких качеств, он сразу дает обещанное, если многие имеют. Ну, может быть, не совсем так, как мы ожидали? Нет, не всегда, но дает ожидаемое. Когда внутри происходит вот эта вот победа, твоя внутренняя, самое главное, тогда внешне. Осталось только нам смириться, да, с этим? Но как это сложно? Да очень сложно. В нашем-то несправедливом мире, где, как пишет экклесиаст, не храброму достается победа, не проворному достается бег успешный, не мудрому достается хлеб. Как это? Где справедливость-то? Ну, что же это такое? Мы так думаем. Вот нашим человеческим умом, понимаете, мы вот так вот думаем. Раз человек хороший, у него должно быть в жизни все хорошо. А как это несправедливость? У плохого человека все как бы хорошо. Может, тогда ничего делать не надо, раз все равно нам ничего не достанется. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminarii.com В 180-м году, уже после Рождества Христова, в нашей эре умер римский такой император Марк Аврелий. И на его престол вступил сын, которого звали Комат. И он был так, ну, достаточно благосклонен христианам. Из-за того, что рядом с ним была любимая наложеница Мария. Которая тоже была христианка. Вот. И он перестал гнать христиан. Причем многие даже вернулись в Рим к этому времени, чтобы, значит, свои дома там. Говорили о вере очень многие. Но вот парламент, который там был, ну, как его называть, сенат, да? Он был так, нейтральным к христианской вере, в отличие от императора. Но, видно, римский этот сенатор Аполлоний стал христианином. И на него донес его раб. Что вот мой, значит, хозяин стал прям горячим христианином. Ну, было положено по тем законам, если раб доносит на своего господина, ну, против господина принимаются какие-то меры, но рабу перебивают руки и ноги. То есть раб, зная это, все равно пошел и донес. Ему перебили руки и ноги, он умер в страшных мучениях. А этого, значит, сенатора Аполлоний вызвали... Сенат для того, чтобы он дал объяснение, почему так все происходит. И он произнес пламенную речь, проповедь. Это была очень пламенная проповедь, очень многих коснулась эта проповедь. Но результат ее был такой, что его обезглавили. Ну, вот такой маленький эпизод из жизни церкви. Случай. Случай. Причем так много случаев. Случайно оказалась Мария рядом с коммунами. С императором. Случайно раб донес на своего хозяина. Зная, что его ждет. Мы знаем, в Библии написаны такие слова. И когда пришла полнота времени, то есть у Бога все предопределено. И даже обстоятельства, те, которые складываются, они все равно предопределены временем. Ну, вот что мы здесь пережили внутри? Какая несправедливость? Да, либо так у меня. Или мы пережили... Вы представляете, в таких ситуациях идет торжество веры и человеческого духа. Понимаете? Что предоставилась возможность Аполлонию сказать такую пламенную речь. Зная, что его ждет. Засвидетельствовать. Понимаете, вот то, что мы пережили, сейчас практически каждый поставил себе диагноз. Нравится нам или не нравится. Сейчас произошел диагноз. Для чего вообще Христос пришел на землю? Чтобы дать нам надежду на вечную жизнь? Или здоровье и новый автомобиль? Нет. Чтобы дать спасение? Или повысить нам зарплату? Чтобы избавить нас от чувства собственной неполноценности? Или, знаете как, предоставить нам успех во всех наших делах? То есть, как бы, вот эти вот вещи нам четко нужно понимать. И, может быть, для того, чтобы нам избавиться от чувства неполноценности, нам нужно пройти через неудачи? Наверняка через это надо пройти. Потому что и психологи сейчас все говорят, что человек воспитывается в трудностях. Человек, который живет в таких вот тепличных условиях, он никогда не воспитает в себе характер. Никогда в жизни. Человек воспитывается в трудностях, в том, что он проходит через какие-то испытания. То есть, уж об этом, если говорят люди, ну, будем говорить, далекие от веры, ну, занятые наукой, исследованием, тем более мы понимаем, почему это происходит, об этом говорит нам Писание. И важно, чтобы мы вот этот вот жизненный потенциал свой ощущали в себе, знали. Конечно, это идет, во-первых, через веру. Вспоминайте Халева. Кстати, 45 лет человек шел с этим жизненным потенциалом. И в 85 лет этот дедушка побеждал сынов Иаковых, этих Инаковых. Вот. Это совершенно потрясающий для нас, может быть, пример. Ну, и вот предлагаем вам такой небольшой, ну, такой приземленный тест на ваш потенциал. Так и называется тест. Ваш возрастной потенциал. Четыре очка, если вы абсолютно согласны с тем, что мы сейчас вам скажем, с тем утверждением, которое мы назовем. Три, если частично согласны. Два, если совсем не согласны. Один, если считаете, что это вообще глупость. Абсурд полный. Значит, четыре, три, два, один. А два это что? Ну, два это так, частично. Не согласен я. Ну, не агрессивно не согласен, ну, просто не согласен. Один это точно, все, нет, ни в коей мере. Полный абсурд. Итак, у меня сильно развита интуиция. Я всегда чувствую, что думаю и чувствуют другие люди. Это один. Второй. Я легко могу заплакать. Третье. Я легко и часто смеюсь. Ну, и так, меня легко рассмешить. Четвертое. У меня хорошее чувство юмора. Пятое. У меня есть хотя бы один близкий человек, с которым я могу поделиться мечтой или страхами. Шестое. Людям нравится мое общество. Седьмое. Мне нравятся люди, особенно не похожие на меня. Или особенно не похожие на меня. Восьмое. Я прикасаюсь к другим. Я даже могу обнять человека. Девятое. Я люблю детей. Десятый вопрос. Я люблю животных. Одиннадцатый. Я люблю петь и танцевать. Такое хромольное утверждение, но, тем не менее, оно есть в тесте. Я люблю петь и танцевать. Это одиннадцатая. Двенадцатое. Я занимаюсь спортом или физкультурой для удовольствия. А как вы вот не занимаетесь? Значит, не согласны. Значит, вообще не занимаюсь. Дальше тринадцатый. Мне нравится решать задачки. Люма. Четырнадцатый. Я всегда думаю о новых или лучших способах делать самые разные дела. Пятнадцатый вопрос. Мне всегда интересно, почему что-то произошло или почему это работает? Шестнадцатый. Мне нравятся новые идеи. Особенно, когда эти идеи предстоит реализовать именно мне. Семнадцатый вопрос. Меня интересуют самые разные предметы и вещи. Восемнадцатое. Меня стимулируют перемены, риск, адреналинчик. Девятнадцатый. Я считаю свою работу интересной, приносящей радость и считаю ее очень важной. Двадцатый. Я расцениваю свою работу как просто игра. Ну, то есть отношение с таким же азартом, как дети, играют. Вот такой здесь смысл. Без подсказок. Двадцать первое. Я могу выразить себя в творчестве. Двадцать второй вопрос. У меня часто бывают фантазии. Я очень люблю помечтать. Двадцать третий. Я-то знаю, как получить удовольствие. Двадцать четвертый вопрос. Я надеюсь всегда на лучшее и смело смотрю вперед. В будущее. И последний, двадцать пятый. Я часто ощущаю себя счастливым и довольным жизнью. Ну, теперь посчитайте, сколько у вас получилось. Ой, как же это посчитать. Ну, там числа-то простые, однозначные. Раскладываются-то непростые. Неоднозначные, да? Неоднозначные. Итак, от семидесяти пяти до ста очков. Значит, вы сохранили много стимулов к нормальной жизни. Вы открыты, оптимистичны, доброжелательны. Ну, может быть, немного эсцентричны и общительны. Ваш энтузиазм заразителен. Людям нравится быть в вашем обществе. Эти качества не только поддерживают иммунную систему вашу, но и помогают вам легко выбраться из болезни. Вы наверняка выглядите моложе своих лет и уже точно ощущаете... А уж то, что ощущаете моложе, это точно. То есть вы халев. Я моложе. Да? Итак, значит, дальше пятьдесят семьдесят пять очков. Вы средний взрослый. И вопрос не в том, знаете ли вы или нет, как получить от жизни удовольствие, а в том, как найти время, энергию и мотивацию, чтобы получить-то эти удовольствия. Ответственность и стрессы уменьшили вашу способность радоваться, а это может привести к более серьезным последствиям. Вы склонны к таким симптомам стресса, как головная боль, боль в спине, нарушение сна, частые болезни. Но вы можете получить удовольствие, улучшить свое здоровье, выразив естественное стремление к радости. Не откладывайте удовольствие до решения очередной проблемы, экономия каких-то средств, нужных для серьезного дела. Радость надо испытать сегодня же. Вот о чем мы с вами говорим на протяжении этих дней, когда изучаем книгу Эклисяст, когда мы ее читаем. Сегодняшним днем живем. Не надо думать о том, что когда в будущем это будет, тогда я буду счастливым. Сегодняшний день, и он стопроцентно счастье для вас. Как вы только к этому относитесь? Ну и если вы набрали меньше пятидесяти очков, то пришло время переоценить всю свою жизнь и поискать в себе естественные черты, позволяющие быть открытым и непосредственным. Понимаете, то есть опять это наше с вами внутреннее видение, наше с вами состояние на данный момент. Итак, вопрос для размышления, так сказать, вопрос на дом. Каково ваше видение божьих обетований здесь, на земле, ваших обетований? Именно вам обетований данных. Вот как Халли, вы понимаете, всего народу было дано обетование. Войдете в землю обетованную, но ему конкретно было еще что-то сказано. Интересно, что каждому из нас конкретно что-то говорится. Какое-то обетование. Итак, что конкретно и как вы к этому относитесь? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok